Так уж мы устроены, что время от времени наша память возвращает нас во времена, когда вся жизнь была впереди, трава зеленее, а самой большой проблемой в нашем случае был включившийся не вовремя холодильник. Особенно такие воспоминания цены и необходимы в трудные времена, во времена лишений, когда хочется отвлечься от происходящего вокруг и хоть ненадолго, хоть в воспоминаниях вернуться в беззаботную юность. Вот и я совсем не исключение, и несмотря на то, что наша жизнь сейчас протекает далеко не по своему привычному руслу, все равно я иногда думаю о спектруме и о том, что меня с ним связывало в далекие 90-е. Однажды в один из таких сеансов ностальжи-терапии я вдруг вспомнил своих одноклассников и друзей юности, в памяти всплыли воспоминания, и сегодня я хочу рассказать вам, как мое тогдашнее окружение, обычные школьники и пацаны из провинциального города относились к моему увлечению и довольно уже редкому в то время чуду под названием ZX Spectrum. События, о которых я хочу вам сегодня поведать, имели место быть в 99-м году и хотя, как правило, я с датами дружу, мягко говоря, не очень, но тем не менее, вот те события, о которых мы сегодня будем говорить, неразрывно связаны с одноклассниками, которые появились у меня только в 99-м. Так как в 98-м я закончил 9-й класс, все неблагополучные элементы, отморозки или просто люди, которые уже определились со своим будущим и не видели смысла в просиживании штанов в 10-м и 11-м классе отсеялись, и наши два параллельных класса А и Б объединили в один, и у меня появились знакомые и друзья, которых до этого у меня не было. И вот именно благодаря этому факту я и могу достаточно точно определить во времени нижеизложенное происшествие. Из всего нашего класса, который, если мне не изменяет память, тогда состоял из 32-х человек, ZX Spectrum в то время был только у меня. Вообще, то время было уникальным. Одни сидели за ПК, другие за Соньками, третий за Дендями и Спектрумами, и все эти технологии разных времен отлично уживались вместе. Хотя, конечно же, каждый мечтал о чем-то покруче, но тем не менее имели то, что имели и с удовольствием играли на всем, от Спектрумов до Плейстейшенов. Как я уже сказал, Спектрум в классе был только у меня, а у абсолютного же большинства были Денди и Сеги. Не помню точно насчет Плоек и 3DO. Они были, но вот конкретно в моем классе я их не помню. Зато я совершенно точно помню, что ПК у меня в классе был только у одного чувака, и лично я, например, дико ему завидовал. Его звали Жека, и он был, так сказать, зажиточный крестьянин. Его родители выращивали коров, и это и позволило ему стать единственным обладателем компьютера в классе. Говоря компьютер, в данном случае я не имею в виду Спектрум, хотя Спектрум это, конечно же, тоже компьютер, но все же в данном случае я имею в виду что-то более актуальное на то время. Хотя, по правде сказать, я не знаю какой у Жеки был комп, но по его словам был и был хороший. Ну да фиг с ним, у нас здесь все-таки речь о Спектруме. И Спектрум, как я уже и сказал, в классе тоже был один-единственный и был у меня. А так как абсолютно все школьники в то время просто бредили компьютерами, а позволить их себе практически никто не мог, то мой Спек у моих друзей вызывал таки определенный интерес, потому что я говорил о нем много, говорил увлеченно и говорил достаточно красочно. Я всегда пытался преподнести одноклассникам и друзьям Спектрум под таким соусом, что это, мол, настоящий компьютер. Настоящий. Только старенький и слабенький, но тем не менее это настоящий компьютер, на котором можно делать почти все, что можно делать и на современном и дорогом компе. Только на более простом уровне. И в игры играть, и музыку писать, и печатать. Про то, что на компьютере можно даже фильмы смотреть и выходить в интернет, я тогда не догадывался. Короче, я описывал им Спектрум как дешевую альтернативу. Такой себе компьютер для бедных, коим он, собственно говоря, и являлся. Являлся он таковым, правда, более полутора десятков лет назад до описываемых событий. Я точно не помню, что именно послужило триггером, но однажды целая делегация из одноклассников отправилась ко мне домой смотреть на чудо-компьютер с магнитофоном вместо дисковода. Это было время, когда у меня уже был мой второй Ленинград и магнитофон Атланта. Отчетливо помню, что я показывал им Робокопа и второго Дизика. Даже помню, что Дизи был русифицирован. Не могу сказать, что это все произвело какое-то впечатление на моих школьных корешей, у которых давно уже были Денди, Сеги и вообще во время демонстрации Спектрума мне казалось, что они смотрят на меня, как на потерпевшего и чуть ли не крутят пальцем у виска. Хотя, возможно, это было просто воображение. Короче, они посмотрели на все это дело и один из них, которого звали Стас, сдержанно меня поблагодарил за ознакомление со Спектрумом и... на этом все. На этом интерес к Спектруму угас совершенно. А я же, чувствуя тренды, больше эту тему особо не педалировал. Короче, вот такая вот история. Не получилось у меня сделать из одноклассников спектрумистов, и я потерпел на этом поприще сокрушительное поражение. Но не знаю, как у кого, а у меня в то время было два круга общения. Один из них – это одноклассники, а второй – это пацаны, которые географически жили со мной рядом и с которыми у меня были гораздо более тесные и более доверительные отношения, чем с корешами по школе. В эту когорту входило несколько человек, и среди них, кстати, были и те кореша, которые фигурировали в моей истории в 10 битах. Вообще, в эту гоп-компанию входило в то время человек пять, и несмотря на весь трэш, который мы тогда творили, каких-то отморозков среди нас не было, и можно сказать, что в принципе мы были далеко не самыми конченными подростками. Интересовались плюс-минус одинаковыми вещами, и в круг наших интересов, конечно же, входили и видеоигры. Если память мне не изменяет, то конкретно на тот момент в общем игровом арсенале нашей компашки были такие девайсы, как такая вот Li-Fa LM, клавиатура Subar, паленые, как я сейчас понимаю, Dendy Junior, и, собственно говоря, мой Spectrum. Друзья знали о моем увлечении, и я бы сказал, они так умеренно интересовались Spectrum. Им было интересно то, что можно было что-то там программировать, что-то писать, какую-то музыку для бипера, что-то рисовать и сохранять все это дело на кассеты. Это было круто, и это давало ощущение настоящего компьютера. Но вот именно ZX игры парней тогда особо не интересовали, как бы я не пытался их завлечь робокопом, дизями и всем тем, что у меня загружалось. Но так как почти у всех среди нас были Dendy, а у меня до этого была и Sega, то Spectrum-овские игры никого особо не впечатляли, и моих корешей даже больше интересовал процесс написания текстового квеста о Дракуле, о котором я рассказывал в истории в 10-ти битах, чем известные Spectrum-овские хиты. Короче говоря, несмотря на то, что мы довольно часто тусили у меня дома, Spectrum мы включали крайне редко. Временами только загружали МКшки с порно-играми, чисто чтобы поржать, так как таких игр на Dendy, конечно же, не было. Но в принципе, даже тогда никаких эмоций, кроме Дикой Ржаки, эти игры не вызывали. И можно сказать, что Spectrum был не особо интересен и в этой компании. Но однажды все изменилось. Это было однажды вечером. Мы почему-то собрались в вот этой вот самой комнате и стали одну за другой загружать игры с бобиной, которые туда были заблаговременно переписаны мной с какой-то МКшки. И как это часто бывает, на одной игре подолгу никто не задерживался, максимум по 5 минут. Загрузили, посмотрели и пошли дальше. Короче, такое вот типичное спектрумирование. Но одна из этих игр полностью все изменила. Задала жара моему 48-килобайтному Ленинграду, черно-белому телевизору. И можно сказать, что эта игра подарила мне самые яркие впечатления от кооперативной игры в жизни. Никакие совместное прохождение Чипа Видейла или разгадывание загадок в Сайлент Хилле и близко не принесли мне столько азарта и удовольствия от совместной игры и нахождения какой-то общей игровой стратегии, как эта простенькая бейсик-игрушка. Да, игра, о которой я говорю, была написана на бейсике и в любой момент можно было остановить выполнение программы, посмотреть на то, как она сделана и запустить ее обратно при помощи оператора Run. Я не помню, как вообще изначально эта игра могла привлечь наше внимание. Видимо, мы клюнули на небезынтересное предисловие на русском языке. Но, тем не менее, она подарила нам много часов залипательнейшего геймплея. Игра, о которой я говорю, называется Президент и в ней ты должен заниматься бизнесом, участвовать в выборах, совершать разные банковские операции, играть в азартные игры. И это реально круто и особенно круто было играть в эту игру толпой, вместе обдумывать стратегию, вместе торговать акциями и продвигать нашего персонажа по социальной лестнице вверх. Это был совершенно для нас новый и совершенно уникальный игровой опыт. Ничего подобного ни на Денде, ни на Сеге, ни на прочих плейстейшенах не было и в помине. Ну или, по крайней мере, не было у нас и мы такого никогда не видели. Так что Спектрум в очередной раз смог показать Дендевцам такой вид геймплея, которого они не знали. Правда, в большинстве случаев уникальный Спектрумовский игровой опыт кажется непонятным и нудным, но только не в случае с Президентом. И благодаря этой игре, вот эта маленькая комнатка надолго стала пристанищем для моих корешей, которые самозабвенно участвовали в самых рискованных финансовых авантюрах для того, чтобы посадить нашего общего персонажа в президентское кресло. Но давайте немного отложим в сторону ностальгические соплики и поговорим о самой игре. Версий Президента существует немало, так как игрушка написана на бейсике и каждый человек, даже совершенно не шарящий в программировании, может залезть в код игры и изменить тексты и названия. Лично я четко помню, что в той версии, которая у меня была, когда ты становишься банкротом и попадаешь в тюрячку, то она там называлась «Матросская тишина». Это я помню совершенно точно и совершенно уверенно. Но как бы я не пытался найти сейчас эту версию, ничего у меня не вышло. А в версиях, которые я нашел, тюрьма называется каким-то совершенно бледным и невыразительным названием «Форт Левик». Конечно же, я могу и сам без труда изменить «Форт Левик» на «Матросскую тишину», но это совершенно не то и хочется найти именно ту самую версию. Тем более, что могли быть и какие-то другие отличия, о которых я уже и не помню. Также, несмотря на то, что во всех версиях геймплей почти совершенно одинаков, существуют и более продвинутые варианты с нестандартными шрифтами и цветными окошками. Но в юности у меня была именно такая вот самая простенькая версия со стандартным фоном, стандартными шрифтами и ссылку на максимально похожую версию я, конечно же, оставлю в описании ролика. Качайте и становитесь президентами. Главное помнить, что в игру нужно играть на 48-м спектруме, иначе вместо некоторых букв кириллицы будет отображаться слово «спектрум». Такой вот забавный нюанс, который, тем не менее, делает игру почти неиграбельной. В общем, проходите по ссылке, качайте игру, загружайте ее в 48-м режиме и вперед. Когда мы начинаем игру, нам сообщают, что мы прибыли в страну, где каждый может стать президентом, иметь виллы, яхты, самолеты и прочие прелести жизни. Далее нам предлагается выбрать год начала карьеры и возраст нашего героя. И если на год начала игры можно забить и выбрать любой, то к выбору возраста персонажа нужно отнестись более серьезно, так как если наш герой слишком стар или слишком молод, то его карьера закончится так и не начавшись. Но вообще, конечно же, выбирая возраст героя, нужно выбирать число поменьше, так как наш потенциальный президент, конечно же, смертен. Также еще перед началом старта карьеры нужно выбрать уровень сложности от первого до третьего и стартовый капитал. Короче, производим все эти манипуляции и начинаем игру. Главный игровой экран у нас представляет из себя меню выбора с 8 пунктами. Давайте рассмотрим все их по порядку. Самый первый здесь пункт – это финансовое положение. Сюда мы заходим просто, чтобы посмотреть финансовую статистику и узнать, что имеется в закромах. Второй пункт – положение общественное. Тут можно смотреть общественный статус и самое главное – можно участвовать в выборах. Выборы проводятся каждые два года и ваш успех в избирательных кампаниях зависит от вашего материального положения. То есть именно здесь и проходит самое главное – наше продвижение по карьерной лестнице. Пункт третий – личное имущество. Здесь можно купить как объекты, необходимые для жизни, так и элементы роскоши, которые нужны для успешного участия в выборах. Имейте в виду, что в игре необходимо иметь какое-то жилье, иначе штраф за бродяжничество гарантирован. Четвертый пункт – подчиненные. Да, в игре, как и в реальной жизни, нужно заручиться поддержкой нужных людей, и чем быстрее вы это сделаете, тем лучше и тем меньше приключений и жизненных неприятностей выпадет на пятую точку нашего героя. Пункт номер пять – бизнес. Тут можно покупать и продавать бизнес-объекты, которые, как и в реальной жизни, могут приносить как прибыль, так и убытки. Цены здесь постоянно меняются, так что не спешите сразу что-то покупать. Да и в принципе, для финансового благополучия бизнес-объекты в игре не самое главное, как бы странно это ни звучало. Пункт шесть – биржа. Это самый главный пункт, и без него у вас ничего не выйдет, и наоборот. Если освоить игру на бирже, то, по сути, никакой бизнес и никакие манипуляции с банком и нафиг не нужны. Главное – это понять, что цены на бирже меняются не один раз в год, то есть заход, а обновляются они каждый раз, когда ты заходишь на биржу. И вот, играя на цене акций, покупая их и продавая дороже, и можно сколотить себе состояние, и в принципе, другого пути для успешного финансового роста в игре я особо не вижу. Седьмой пункт – банк. Рассказывать тут, в принципе, особо нечего, и все понятно. Единственное, что нужно помнить – все банки имеют свойство иногда банкротиться, и наш с вами банк не исключение. И еще советую страховать тут дорогие вещи, потому что с ними периодически происходят какие-то нехорошие штуки. Пункт восемь предлагает нам ряд азартных и не очень развлечений, которые, тем не менее, могут принести определенную прибыль. Правда, я слабо представляю, каким образом любовница или круиз могут принести прибыль, но тем не менее. Чем большая вероятность успеха, тем меньше можно выиграть, и наоборот. Кстати, имейте в виду, что если сюда заходить, что-то выбирать, а потом не участвовать, то можно получить наказание за жмотство. Вот так вот. Саму же игру можно назвать пошаговой, и каждый шаг тут – это один год, а год – это некоторое количество ваших действий. Если год заканчивается, и вы не можете свести концы с концами и оплатить расходы в конце года, то все ваши активы пускают с молотка буквально за копейки. И если вырученных денег не хватает, чтобы оплатить расходы, то вы отправляетесь в тюрячку. И чем больше денег вы должны, тем на больший срок вы отправляетесь в тюрьму, после выхода с которой вы получаете подъемные деньги и возможность начать все с чистого листа. Вариантов президента есть много. Вариантов разных стран, разных лет, разных языков. И именно эта простенькая basic игра, игра без графики и без музыки, и была той единственной игрой на спектрум, которая по-настоящему заинтересовала моих сверстников в далеком 99-м году. И за столь необходимую в это сложное время поддержку я хочу поблагодарить Алексей Ярышко, Алексея Не Ярышко, сайт ZXArt, канал Омега 120.01, Машу и Сергея, Анатолия Мережанова, компанию Taon Electronics, Александра Ляшука, сайт ZXOnline, Василия Селиванова, канал Пьяная Муха, Мишу, Александра Шабаршина, Сайбера, Евгения Тронева, Тряпку, Телекраба, Дядю Игоря, Джедая, Сергея Доброва, Игоря Овчинникова, Донну Дупу, Ред Блинка, Михаила, Силаева Алексея, Ла Пулена, Джага, Дмитрия Кохно, Евгения Носкова, Дранила М, Рымырымыры, Максима Сычева, Дмитрия Шиллера, Жмура, Макса Спектрофила и Осадчева Вадима. И кроме вышеперечисленных камрадов, я также хочу поблагодарить людей, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Огромнейшее вам спасибо. Покедова. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»